здравствуйте ребята меня зовут кот капитан я капитан а вот у меня есть подруга моя машенька она капитан корабля на самом деле тамаши капитан корабля ну а я просто стою у руля и сегодня на вечернем выпуске мы поговорим с вами о том как хорошо жить на море и как это прекрасно просто быть морским как это называется морская душа и так тема нашей встречи с вами сегодня морская душа представляю вам девочку по имени вера она была на море совсем недавно прошлым летом и она даже купалась самом настоящем таком там забыл тихом океане или атлантическом океане в море но она правда забыл как называется это море знаем она называется она забыла как называется давайте ребята давайте подскажем вот на смотрит сегодня ксюша из города белгород руслана смотрит софия маленькая совсем при маленькой но удаленка на маленькая софия и нас смотрит много ребят из разных городов россииっ И может быть даже из тех, которые находятся на море Вот я знаю один город, который находится на море Его зовут, этот город называется Как же он называется? Ейск Вот Вера подсказывает, что этот городок небольшой Называется Ейск Но, к сожалению, мы забыли И Вера даже не помнит, как называется море На котором находится город Ейск Может быть нам подскажут наши гости сегодняшней программы Давайте мы сначала пригласим моего друга Зайчика Гришу Гриша, Гриша А, привет, привет, я снова с вами Я снова в вашей студии И у нас сегодня сейчас морская тема Морская душа Так, морская душа Все, у кого морская душа Присоединяйте О, Вера показалась Привет, Вера Она боится, конечно Она первый раз у нас в студии сегодня Она трусишка Трусишка Это я должен быть трусишка Зайчишка Но у нас сегодня Вера Трусишка Да Итак, мы с вами превращаем в студию Нашего Мишу Нашего уже знакомого вам Мишу Давайте, Мишенька, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Мишенька Я знаю, что, Миша, вы хорошо разбираетесь в географии Не подскажете ли вы нам, как называется море Это там, где город Ельск Вот как называется это море А, Миша говорит, надо немножечко посмотреть в гугл Или в яндекс, да? Ну, знаете, как говорит один мой друг, учитель физики Гугл есть, ума не надо Понимаете? Да Поэтому давайте лучше обратимся к кому-нибудь знающему Тетя Наташа Какое там море у нас, там, где Ельск Может быть, знаешь, какое там у нас море Точно! Это же Азовское море, Ксюша Ты слышишь? Это Азовское море Ура! Это самое Азовское море на свете, правильно? Да? Да Ну, я больше чем уверен, что почти каждый из вас был на Черном море А Азовское море, это тоже море Да, Вера? Море Море, да? Да Давайте нам попросим Веру рассказать, что же там хорошего она видела на море Пожалуйста, Вера Ничего хорошего Катались только на карасляне и гуляли Ну, Вера почему-то сейчас не в настроении Но однажды она рассказала мне лично Рассказала о том, что она рассказала, что на море она видела настоящих дельфинов Нет, это не правда И даже она была в каком-то там океанариуме и гладила настоящего крокодила О как! Да Ну, не знаю, правда это или нет Это не правда Итак, ну, а сейчас мы вынуждены сделать перерыв Потому что у нас сейчас пришло время есть масленичные блины Так, Мишенька, ты сколько кушал блинов на этой неделе? Скажи, пожалуйста Каждый день по 4 блинчика Всего-навсего? Да Ну, и на матриком где-то 3 блинчика Итого 25 тысяч блинов Ну, понятно Надеюсь, вы, ребята, не подкачали нас Вы, наверное, уже все съели так много блинов И кроме того, вы научились печь эти блины Правда? Скажите честно Да А, Вера, Вера А почему? Я слышу от Веры такие радостные, радостные такие крики Что-то означает, что Вера тоже участвовала в приготовлении блинов, да? Да Ну, и что она делала? Мешала поле сестренке? Варила Жарила блины, Вера сама Миша, представляешь? Миша, представляешь? Миша, представляешь? Миша, ты представляешь? Я жарила блины Представляешь, Миша, ты представляешь? Она, Вера, жарила блины Я не могу поверить Ты веришь в это? Ничего себе В 4 годика жарила В 5 Неужели? Ребенок с 5 лет жарит блинчики Ты что, Миша, ты не веришь в это? Да, не веришь? Нет, не верю но я бы тоже я бы тоже не поверил если бы если бы я если бы я не был уверен дома в гостях я бы не поверил да но кто знает то знает ладно сходим в гости проверим ну что же а сейчас до свидания у нас перерыв мы должны сделать с вами всем доброго вечера и доброй ночи до скорых встреч ребята пока